Ну вот смотрите, вот вы берете, допустим, у вас площадь 100 квадратов, да? Вот 100 квадратов, умножаете на высоту на 0,35, на 0,35, да. Вот у вас получается объем, он потом утрамбует, это 28 мил. Вот это доставочка, правда, у нас там еще доставочка посчитать, а у вас на Рафамитке. Ой, не на Рафамитке, Калужская область. Есть несколько вариаций, можно самый простой, это насоб, в канаре, допустим, да. Добро поворит, в канаре, да. Мешки, мешки. Есть, потому что их, как раз, мешки. Да, то есть несколько мешков, есть большие мешки, там по 1,8 фута, по 1,8 фута, есть поменьше. Там, чем 1,8 фута, есть поменьше. Вот это что у нас получается, это основное здание, правильно я понимаю? Вот смотрите, если сверху смотреть, вот, значит, ну, вот-вот, вот тут видно. Соответственно, вот первый этаж, он вот так разделен, это первый этаж, не первого этажа, соответственно, здесь балкончик, ну, такой небольшой будет. Вот, соответственно, второй этаж, это антресолька, там, высота 2,7, тут мы просто первый этаж, 2,50 хотим сделать, ну, этого достаточно для этого. На мансарде, чтобы... Мансарда? Да, там, чтобы... Там комнатка будет. Ну, свободная планировка. Ну, да, мы там уж сами. А комплектация, что такое именно? Ваши? Пожалуйста. Скажите, цена закуп? Цена закуп 3,5 тысячи, без доставки. Это пеностекло. Ну, я понимаю, здорово, классно. Ну, раньше была гораздо выше цена. Откуда? В Палужской области. А контакты где? Именно по пеностеклу? Вас что вообще интересует? Строительство или просто покупка пеностекла? Ну, вот на данный момент мне интересно, утеплители, сколько они стоят, чтобы выбрать, может ли было, технологию. Вот, соответственно, архитекторы и девелоперы, которые занимаются, могут это делать. А что вы хотите утеплить? Строительство домов. Ну, я объясню, чтобы понятно было, да? Значит, мы представляем строительную компанию, строительная компания «Главный Штрест». Это вот материал, который мы применяем. Производитель является нашим партнером. Компания «ИСЕМ ГЛАС». То есть я могу вам свои контакты дать. Это был строительник. У вас визитка есть? Визитку могу, да. Я уже все. А, записали? А, ну все, Александр записал. А, пришлете, да? Да. Хорошо. Ярослав, ты выходишь, устаешь мои телефоны. Потом мне звонят, говорят, дайте мне Ярослава. Да. Я говорю, вот как раз пылесосы звонили. Какие пылесосы? Я никому не раздаю. Они мне тоже названивали пылесосы. Русская гавань. Глеб, Русская гавань. Да у нас уже все каталоги и пылесосы. Мы как партнеры компании «Русский Запад» представляем поселение. Это русская водохранительщина. Примерно 110-120 километров. А вот, верхнерусская. Так, это я видел. Там на сайте цены от дешевых до дорогих. Сейчас пока цена от 120 до 150 за сотку. Но через неделю начнется новогодняя акция, где цены будут снижены. Ну, там еще плюс коммуникации. Ну, у нас в стоимость, в стоимость участка входит газ и электричество 10 киловатт. То есть, 10 соток покупаешь за полтора миллиона газ и электричество в комплекте? Да. Ну, подключение, естественно, вы на свой счет. Ну, от периметра к дому. Столько, как обычно. Полтора миллиона, значит, да? Ну, сейчас вот будет вот этот вот участок 11 соток по 95. То есть, цена будет где-то около миллиона с чем-то. Миллион, да, участок? Ну, там миллион с чем-то. Угу. Где-то километра три до следующей еды. А уже проданы вот какие-то участки? Да, вот есть проданы участки. Видите, вот тут уже построен дом. Вот тут идет строительство. Ну, в принципе, и сейчас многие, которые покупали, они пока отложили строительство на Абису. Угу. Вот. Они как инвестиционную брали, да, землю? Да, она не растет. Насколько я понимаю. Тут немножко по-другому люди, учредители брали, чтобы самим еще там строиться. Поэтому у нас никакого долгостроя не будет, потому что учредители сами тут строятся. Так, ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Коммуникации там уже проложены? Да, уже проложены, уже вот в доме, который там уже построен, где идет отделка, там уже в доме куча из газа. Вода зимняя? Вода индивидуальная. Вода, вот, канализация, вот, проводится индивидуально, но, в принципе, там не очень глубоко, там порядка 40 метров. Бажный. Электричество тоже уже подведено в тот дом, который строится, да? Да, естественно. Вот смотрите, вот эти вот фотографии были сделаны осенью. Ну, я знаю, группа, охрана, теннисный спорт, ну, это офис-продажи. Антон. Вот здесь уже зона отдыха, ну, с облгаза, вот дом, который электричество, ну, сами понимаете, что без электричества, конечно, можно на генераторах его строить. А где столбы-то? А под землей. А, кабели под землей уже проложены? Вот идет отделка баги. Под землей дороже, получается, ну, вообще коммуникация тянуть, чем столбы? Или вы заодно, ну, то есть как, там... Вообще, вот, все коммуникации, они идут вдоль дорог. Угу. Спрятаны тут рядом и под дорогами. Ну, то есть вот... Кроме газовой трубы, она же... Ну, она рядом, вот, и по электричеству для жильцов, вот тут вот выводится один большой шкаф, там, да, на четыре участка, к которому уже подключается непосредственно... Вы сами подключайся, а дальше уже, как вы будете вести к дому, это уже анализ мой ваш вопрос. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Угу, угу. Миллион участков. Ну, продают именно по отдельным участкам, а не в комплексе. Не, ну, у нас, так сказать, есть скидки, если вы покупаете...